4 августа 1994 года. Вокруг обычного московского дома на Комсомольском проспекте собралась толпа. Взгляды людей устремились вверх, где по тросам спускаются бойцы ОМОНа. Другой отряд в этот момент режет болгаркой металлическую дверь, которую хозяин квартиры наотрез отказался открывать. Через час волнение толпы усиливается и из подъезда выводят его. Ничем не примечательный мужчина в сопровождении милиционеров садится в машину и уезжает, а толпа начинает скандировать. Руки прочь от Мавроди. Люди отчаянно требуют отпустить того, кого через 20 лет 75 процентов жителей страны будут считать бессовестным мошенником, а его компания МММ станет синонимом обмана и символом лихих 90-х. Наравне с малиновыми пиджаками, братками и тотальной нищетой. Компания МММ каждый день с телеэкранов уверявшая, что у нее нет никаких проблем, рухнула за одни сутки, разом оставив без денег более 2 миллионов человек. История акционерного общества МММ это история становления всего свободного рынка в России без каких-либо правил и вменяемого контроля. Вершина того, чего может добиться беспринципный человек в условиях слабого законодательства и тотального финансового невежества граждан. Пока Сергей Мавроди не занялся коммерческой деятельностью, он жил обычной жизнью советского интеллигента. Родился в Москве в 1955 году. Закончил университет по специальности прикладная математика, а после учебы даже успел 2 года проработать инженером в НИИ. Но это была явно не та жизнь, которой грезил одаренный математик. Поэтому в 81 году он уволился из института и стал подпольным предпринимателем. А чтобы его не привлекли по статье за тунеядство, устроился работать ночным сторожем. Да, представьте себе. Были времена, когда вас вполне могли посадить в тюрьму за то, что у вас не было работы. В то время к таким хитростям прибегали многие люди творческих профессий. Например, Виктор Цой числился кочегаром, а Юрий Шевчук дворником. Но у Мавроди был и второй риск. Его настоящая деятельность тоже была не совсем законной. Он торговал аудио и видеозаписями. Да, за частный бизнес в те времена тоже можно было легко оказаться за решеткой. Но Мавроди довольно успешно скрывался от внимательного милицейского взора. Его арестовывали всего лишь раз, и то через 10 дней отпустили без предъявления обвинений. Жизнь его круто изменилась с началом перестройки, когда советская власть в попытках спасти падающую экономику разрешила так называемые кооперативы. Что-то вроде нашего малого бизнеса, но с несколькими важными отличиями. Во-первых, кооператив — это такой капитализм с советским лицом. Учредителям запрещалось использовать наемный труд. Все участники должны были быть одновременно и руководителями организации, и работниками. Во-вторых, для кооператоров, как для классовых врагов, придумали специальное прогрессивное налогообложение, по которому у предпринимателей должны были изымать сверхдоходы. Чтобы вы понимали градус абсурда, сверхдоходами власти посчитали все, что в 2,5 раза выше средней зарплаты по стране. Тем не менее, кооперативы стали расти как на дрожжах. Не остался в стороне и сам Мавроди. В 1989 году он вместе с братом и его женой регистрирует организацию под тем самым названием МММ. Но это еще не была финансовая пирамида, которую мы все так знаем. Сначала МММ была обычной коммерческой фирмой и занималась самым прибыльным на тот момент бизнесом — торговлей импортной оргтехникой. Даже в условиях дефицита вообще всего, именно перепродажа компьютеров и ксероксов, любому в то время могла принести целое состояние. А когда СССР окончательно рухнул, Мавроди начал расширять кампанию невиданными темпами. МММ открыла свой банк, стала производить рекламу, занялась игрой на бирже и много чем еще. Но все-таки Мавроди не был обычным бизнесменом из 90-х. Тогда у любой компании, которая хотела захапать большой кусок рынка, была всего одна дорога, договариваться с государством. Большая часть современных олигархов именно таким образом и собрала свой первый капитал. Но Мавроди решил пойти своим путем. Вероятно, сказалась его природная социопатия. Он попросту не хотел учитывать ничьих интересов, кроме своих собственных. И, скорее всего, не понимал, как это может ему помочь или же навредить. Поэтому он и решил, что поддержку нужно искать не у властей, а у населения. А для этого необходимо создать имидж успешной и надежной фирмы, которую знают все. И, начиная с 91-го года, МММ развернула небывалую рекламную кампанию. Нас знают все. Кстати, из-за этой рекламы многие до сих пор думают, что МММ обманывала людей намного дольше, чем это было на самом деле. Как раз потому, что компания начала активно пиариться сильно раньше своего преображения в пирамиду. Плакатами МММ был заклеен весь город. Фирма спонсировала несколько телепередач и музыкальных клипов. В сентябре 91-го года Мавроди даже организовал день бесплатных поездок в московском метро. И это работало. МММ была одной из самых быстро растущих компаний России. К 92-му году у Мавроди насчитывалось уже 300 филиалов по всей стране. Но долго такое счастье продолжаться не могло. Чем больше рос бизнес, тем больше он привлекал к себе внимания властей. И в один прекрасный момент в офис МММ пришла налоговая вместе с ОМОНом. У компании изъяли все финансовые документы, заморозили их счета и, естественно, нашли признаки уклонения от уплаты налогов. А в МММ банке вообще обнаружилась огромная финансовая дыра. На момент проверки там просто не было тех денег, которые банк должен был кредитором и вкладчиком. И даже после многочисленных предписаний банк не пытался погасить долги и продолжал выписывать новые кредиты. Так что в мае 93-го у него вообще решили отозвать лицензию. Это был поворотный момент для Мавроди. Если МММ на то время занималась обычным бизнесом с обычными на то время махинациями, то после него компания встала на путь, который и приведет ее к краху, всенародной ненависти и массовым судебным иском. Главной проблемой налоговой проверки для МММ стала даже не сама потеря денег, а то, что банки перестали выдавать новые кредиты. Для любого бизнеса это практически смертный приговор. Остров стал вопрос, где брать средства на развитие. И вот так Дама вроде решил попросить их у людей. В качестве инвестиций, конечно же. В разгар ваучерной приватизации на свет появляется компания МММ Инвест и начинает массово скупать эти самые ваучеры. Тут нужно небольшое пояснение. Государство вновь затеяло экономические реформы и решило передать государственную собственность в частные руки. Причем сделать это в лучших традициях революционных советских лозунгов. Все взять и поделить. Имущество страны было оценено в 1 триллион 400 миллиардов рублей. И ровно на такую сумму были выпущены так называемые ваучеры. Каждый номиналом в 10 тысяч. Ну и начали раздавать их людям, чтобы те их куда-нибудь инвестировали. Благородная идея на практике превратилась в полный маразм. Мало того, что финансовая грамотность граждан была практически на нуле, так еще и ваучеры были неименными. Многие попросту не знали, что с ними делать и становились легкой добычей более прозорливых деятелей. Они фактически за бесценок скупали эти бумажки, а потом получали в собственность фабрики и заводы. Да и номинал 10 тысяч на самом деле не отражал реальной стоимости. Ваучеры покупались и продавались по абсолютно рандомным ценам. В зависимости от компании и даже от региона. Например, в Нижегородской области за один ваучер можно было приобрести 2000 акций Газпрома. И сегодня ваше состояние составляло бы 400 тысяч рублей. Или же вы могли купить 7 акций Гума. И теперь ваше состояние составляло бы целых 350 рублей. В общем, Мавроди не мог пройти мимо этого праздника жизни. И тоже неплохо так наварился. Но, видимо, уже и этих денег не хватало на развитие бизнеса. Или на растущие аппетиты самого Мавроди. Оставалось сделать всего один шаг. Как видите, появление пирамиды не было таким уж внезапным. Ей предшествовала целая пятилетняя история вполне себе успешной компании. Которая, кстати, пользовалась огромным доверием у населения. Благодаря рекламе буквально из каждого утюга. Так что прежде чем удивляться глупости вкладчиков МММ, вспомните, что они несли деньги не в какую-то там левую шарагу, а вполне себе надежную и всеми уважаемую фирму. Итак, с 94-го года события начинают развиваться стремительно. Мавроди решает переделать МММ в акционерное общество. И вполне официально выпускает 991 тысячу акций. В свободную продажу они поступают 1 февраля. Трудно сказать, в какой именно момент Мавроди понял, что превратит свою компанию в финансовую пирамиду. Но уже через неделю он устанавливает так называемые двойные котировки. То есть вводит принудительный рост цен акций в ручном режиме. И под громкие обещания тысячи процентов годовых они начинают разлетаться как горячие пирожки. Мавроди даже стал продвигать слоган «Сегодня всегда дороже, чем вчера». Вот та самая точка отсчета, когда МММ окончательно и бесповоротно превратилась в финансовую пирамиду. Так что же такое финансовая пирамида и, собственно говоря, чем она плоха? Ну, если вкратце, то это просто система перераспределения денег. Пирамида не ведет никакой коммерческой деятельности. Она не занимается ни инвестициями, ни торговлей, ни производством товаров и услуг. Зато ее акции почему-то растут фантастическими темпами. Этого удается добиться благодаря тому, что перед старыми вкладчиками расплачиваются деньгами новых. А это значит, что пирамида может существовать только до тех пор, пока есть стабильное поступление денег. И она всегда должна больше, чем у нее на самом деле есть. Именно по этим двум причинам пирамиды всегда рушатся. И всегда не способны расплатиться со всеми вкладчиками. Конечно, Мавроди не сам додумался до такой схемы. В современном виде ее создал Чарльз Понци, который в начале 20 века в Америке обманул 17 тысяч человек. Мавроди просто перенес схему Понци на российскую реальность и обманул больше 2 миллионов человек. А теперь давайте посмотрим, как это произошло. Итак, все акции МММ были распроданы за первый же месяц. Тогда их цена была в два раза дороже номинала. А кассы прямо-таки ломились от желающих купить еще. Потому что даже те, кто сперва не верил Мавроди, потом все равно понесли ему свои сбережения. А как, собственно, не понести? Ведь он действительно платил те проценты, которые обещал. И это, кстати, неудивительно. Любая пирамида поначалу все исправно выплачивает. Ну а народный образ Мавроди тем временем окончательно сложился. Его воспринимали никак иначе, как финансового гения. Он был единственным честным бизнесменом, кто готов протянуть руку помощи в эти тяжелые времена. В то время, как другие в 90-е открыто обирали народ. На руку Мавроди сыграла не только наивность людей, но и гиперинфляция. В начале 90-х рубль летел вниз бешеными темпами. В 1992 году инфляция составляла 2500%. В 1993-м 840%. Люди искали любую возможность хоть как-то сохранить свои сбережения. И вклад в МММ, казалось, идеально подходил на эту роль. Сама возможность не только сохранить свои деньги в эти тяжелые времена, но их еще и приумножить, выглядела вполне привлекательно. Нужно было быть сумасшедшим, чтобы отказываться от денег, которые сыпались на тебя фактически с неба. Третий кит, на котором держался успех МММ, это беспрецедентный по размаху пиар. МММ была крупнейшим рекламодателем в стране. А 31 декабря 1993 года в эфире НТВ с новогодним обращением обратился не президент России, а президент МММ. Это и сейчас для нас мало что значит это обращение, и все его смотрят с изрядной долей скептицизма. Тогда же это значило достаточно много. А реклама делалась не только с размахом, но и с точным расчетом. Мавроди прекрасно понимал, что его целевая аудитория это простые работяги, которые после развала СССР потеряли для себя все ориентиры. Значит нужно дать им этот ориентир. Дать им такую рекламу, чтобы они в ней видели себя и свое будущее счастье. И МММ запустила целый рекламный сериал из 43 эпизодов, где простой экскаваторщик Леня Голубков наглядно показывал, как прекрасна жизнь вместе с МММ. Можно купить жене сапоги, шубу, слетать в Америку, а там и дом в Париже построить. А фраза «Я не халявщик, я партнер» до сих пор не выходит из головы у людей постарше. Кормить нас! Я не халявщик! Я партнер! Верно, Леня! Мы партнеры! АО МММ! В общем доверие к МММ было практически безграничным. Но через какое-то время возникла одна маленькая проблемка. Акции МММ закончились, народ все скупил. По закону компания уже выпустила максимально возможное их количество. Первый раз Мавроди не стал изобретать велосипед и просто обошел это ограничение. Он просто открыл новую фирму под названием МММ-фонды и выпустил акции уже от ее имени. Но и они закончились буквально через месяц. Тогда Мавроди отказался от довольно-таки привлекательной идеи открыть еще одну фирму и уже от ее имени выпустить акции. Хотя способ, казалось бы, довольно-таки проверенный. Проверенный, но неудобный. Все-таки новая фирма это дополнительные расходы, бюрократические проволочки и время. Да и, собственно, ненужное привлечение внимания со стороны властей. И вот тогда Томавроди и решает по-настоящему хакнуть систему. Вместо новых акций он выпускает собственные деньги. Ну, то есть, как деньги? Не совсем. Это билеты МММ. Вот такие. С портретом самого Мавроди вместо Ленина. В народе такие бумажки называли мавродиками. Тут есть и водяные знаки, и прочие способы защиты. Да их даже печатали на настоящих станках для производства денег. Но юридически они были просто красивыми бумажками. Зато делать таких можно было сколько душе угодно. Сразу после печати Мавроди заявляет, что 100 таких билетов МММ равняются одной акции. И тут же запускает их в продажу. Кстати, самое забавное, что их формально даже не продавали. Покупка выглядела так. Человек приходил в филиал МММ и просил дать ему, например, 50 билетов. Кассир проверял котировки акций и называл цену. После чего с клиентом оформлялся договор на безвозмездное дарение в пользу МММ суммы, которая равнялась стоимости билетов. А сам билет выдавался просто как сувенир. Его продажа нигде и никак не фиксировалась. Ну а если же человек хотел поменять Мавродики на реальные деньги, то сделка проводилась таким же образом, только наоборот. Уже МММ как бы безвозмездно дарила клиенту деньги. В общем, схема довольно-таки мутная, но как бы с юридической точки зрения не придраться. К июлю количество вкладчиков исчислялось уже миллионами. И хоть профессиональным финансистам все про МММ было ясно еще с момента введения двойных котировок, но простых людей это не интересовало. Главное, чтобы деньги платили. А там уже пусть сами решают, да разбираются между собой. Но как я уже говорил, финансовые пирамиды не вечны. А в случае с компанией Мавроди развязка наступила даже быстрее, чем он мог подумать. Формально МММ существовала аж до 1997 года, но на самом деле она рухнула еще в 1994, спустя всего полгода после запуска. Те, кто купил акции в феврале, а сбросил их в июне, увеличил свои вложения в 127 раз. Но как вы понимаете, таких было единицы. Большинство же лишилось своих денег буквально за один день. Но где же в этот момент были власти? Почему бездействовала милиция и прокуратура? Ведь Мавроди совершал прямо-таки грандиозную аферу прямо у всех на глазах, ни капли при этом не скрываясь. Конечно, за МММ наблюдали, но предъявить ей было нечего, так как Мавроди придумал юридически идеальную схему. Тогда просто не существовало законов, запрещающих финансовые пирамиды. Забегая вперед, скажу, что такой закон в России придумали только в 2016 году, когда Мавроди еще несколько раз попытался возродить МММ. Но нельзя сказать, что ему вообще никак не пытались противостоять. Ситуацию с МММ обсуждали даже на заседании правительства. Сам Мавроди потом утверждал, что его неоднократно приглашали в Кремль на переговоры. Но он все время гордо отказывался. Также ему пробовали противодействовать информационно. По телевизору начали выступать чиновники всех мастей и предостерегать людей от вкладов в МММ. Но это тоже очень слабо помогало. Ведь люди видели деньги и видели их приумножение буквально с пустого места. Это затуманивало глаза даже вполне грамотным экономически гражданам. В конце концов, власти решили действовать радикально и попробовать прижать Мавроди хоть за что-то. И его, как и два года назад, опять обвинили в неуплате налогов на 50 миллиардов рублей. Юридически дело было устроено довольно-таки сложно. Из одной структуры МММ деньги переводились в другую. И вот где-то по пути терялась какая-то сумма. А потом еще и проценты набежали. Но это как бы не суть как важно. Может показаться, что для МММ 50 миллиардов это довольно-таки неподъемная сумма. Да и действительно, по тем временам сумма довольно-таки космическая. И такой долг должен был уничтожить компанию буквально мгновенно. Но на самом деле Мавроди в то время зарабатывал по 50 миллионов долларов в день. По тогдашнему курсу он мог по два таких штрафа в день выплачивать, совершенно не напрягаясь. У Мавроди денег было действительно очень много. И понимание этого реально могло вскружить голову. И Мавроди, видимо уверовавши в собственную исключительность, решил вступить в открытую конфронтацию с властью. И просчитался. Обыски в офисе МММ спровоцировали панику. Люди кинулись выводить деньги. Сначала Мавроди думал, что у него получится погасить волнение. Поэтому выплаты не остановились. Но 27 июля он все-таки признал коллапс системы и заморозил выдачу денег. Навсегда. Но мало кто сразу понял, что навсегда потерял свои деньги. Поэтому арест Мавроди и вызвал такие бурные протесты. И я напомню, что Мавроди воспринимался как народный герой и благодетель, который от всей души помогал простым людям. Он настолько честный, что даже разместил свой портрет на официальных бумагах. Разве мошенник стал бы так делать? И тут представьте, этого святого тащат в тюрьму. Народ, недолго думая, понимает, что этого святого нужно непременно спасать. Сначала Мавроди чувствовал себя на коне. У него на руках появился отличный козырь. Из-за действий милиции всю вину за крах МММ можно было свалить на них. А сам мошенник оказывался весь в белом и как бы не при делах. Сперва он пытался перезапустить пирамиду, чтобы привлечь новых вкладчиков и объявил о снижении цены акций в 127 раз. Но пообещал, что расти они будут в 4 раза быстрее предыдущего. Одновременно с этим он пригрозил устроить референдум и вынести на всенародное голосование два вопроса. Первый, вводом недоверия правительству. Второе, закрепление юридической неприкосновенности МММ, как системообразующей организации России. Вы только представьте, финансовая пирамида, системообразующая организация страны. Такого дерзкого плевка в лицо государственности не ждали даже в самом Кремле. Но какими бы дерзкими не были оба эти номера, они не выгорели. Потому что на самом деле Мавроди не имел реальной возможности воплотить свои угрозы в жизнь. Зато вскоре он нашел другой, более элегантный способ выкрутиться. Он заявил о желании баллотироваться в Государственную Думу. Никакой предвыборной программы Мавроди, естественно, не имел. У него был всего один актив, доверие вкладчиков МММ. И всего одно обещание, выберите депутатам, верну деньги. И это, черт побери, сработало. Он побеждает, получает депутатскую неприкосновенность и тут же выходит на свободу, отсидев за решеткой всего три месяца. Но напрасно люди надеялись получить свои деньги обратно. В лучших традициях большинства политиков Мавроди вовсе не торопился выполнять предвыборные обещания. На самом деле он вообще наплевал на всех, и на простых людей, и на своих новых коллег-депутатов. Вообще довольно удивительно, как в одном человеке может уживаться такое поразительное чутье финансового мошенника с такой поразительной политической безграмотностью. В итоге, изначально имея неплохую народную поддержку и возможность заручиться хорошими связями на самом верху, Мавроди благополучно все профукивает буквально за год. Вкладчиков МММ он пытался превратить в политическую силу и создал партию народного капитала. Но оказался настолько неумелым руководителем, что акции сторонников МММ напоминали какой-то стыдный паноптикум. Активисты партии работали бесплатно, просто за призрачные надежды вернуть деньги. Более того, Мавроди умудрился получать даже новые вклады с уже обманутых людей. Как ему это удавалось? Да очень просто. Хотите вернуть обратно сбережения? Заплатите еще. Хотите вернуть их быстрее остальных? Заплатите больше. Понятно, что с таким подходом количество сторонников МММ катастрофически падало. В конце концов, в его партии остались совсем уж долбанутые фрики, больше похожие на религиозных фанатиков, что окончательно похоронило авторитет МММ. Но растеряв народную поддержку, Мавроди не посчитал нужным и заводить полезные знакомства во властных кругах. На заседаниях Думы он был всего один раз. Долго весь этот цирк продолжаться не мог. И в один прекрасный день главу МММ просто-напросто лишили депутатского мандата. Просто кто-то во время заседания заметил, что Мавроди опять отсутствует на своем рабочем месте и путем голосования предложил освободить его от занимаемой должности. Сначала все очень удивились, что он вообще стал депутатом, а затем все дружно проголосовали за. Единогласным решением, выкинув его из Думы с формулировкой «За продолжение коммерческой деятельности». И для Мавроди это стало неожиданностью. Такое ощущение, что он обращал внимание только на юридические правила и вообще не понимал, как работают межличностные отношения. Он был уверен, что на заседание можно спокойно не ходить, потому что не было правила, запрещающего прогулы. Но он был уверен, никакой коммерческой деятельностью юридически он не занимался, потому что все было оформлено так, будто бы он руководит МММ на общественных началах. То есть бесплатно. Поэтому Мавроди и считал, что ничего не нарушает, и впереди у него как минимум 4 года депутатской неприкосновенности. А в итоге, вновь под следствием, он оказался уже всего лишь через год. Затем он пытается повторить свой номер с выборами и выдвинуться кандидатом в президенты, но ему отказали в регистрации. А вот дело с обвинением в мошенничестве шло полным ходом. Плюс к нему подключились и гражданские иски от потерпевших. Суд официально принял претензии почти 2000 вкладчиков на сумму 82 миллиона долларов. Представьте себе, для Мавроди и это стало полной неожиданностью. Стоило заморачиваться с этими всеми сложными схемами, придумывать безвозмездное дарение, если билеты МММ стали принимать как доказательство претензий к нему. Они ведь даже не были именными и никакой юридической силой не обладали. Их запросто можно было найти на улице и первым же делом пойти и подать заявление в суд на Мавроди. Впрочем, он так и поступил. Мавроди раскидал несколько тонн этих билетов по улицам, чтобы их могли поднимать прям все, кому не лень. И после этого суды уже отказывались считать билеты достаточной причиной для возбуждения дела. Но круг для Мавроди, как говорится, сужался. В 97 году МММ окончательно признали банкротом, Мавроди пустился в бега, а о пирамиде постепенно начали забывать, как о страшном сне. Время от времени в СМИ появлялись сообщения, что беглого мошенника видели то в Греции, то на чиновничьей даче, на Рублевке. Но все это так и оставалось слухами. МММ умерло, но дело его жило. Видя огромный успех пирамиды, в России расплодилось множество подобных организаций. Хаперу Инвест, Властелина, Русский дом Селенга и еще с десяток других. Урок МММ был болезненным, но далеко не все смогли его усвоить. Даже после официального банкротства, брат Мавроди сумел возродить пирамиду и вновь начал собирать деньги с доверчивых людей под тем же самым предлогом всем все вернуть. В конце концов, именно брат Мавроди, Вячеслав, стал первым, кого из этой семьи посадили за мошенничество. Кстати, вероятно, что это именно он сдал местонахождение Сергея в обмен на более мягкий приговор. Оказалось, что знаменитый пирамидостроитель целых шесть лет прятался в обычной московской квартире. И не просто прятался, а сумел создать еще одну пирамиду. Виртуальную псевдобиржу Stock Generation, крупнейшую в интернете. От нее пострадали 275 тысяч жителей США и Европы, совершенно без каких-либо последствий для самого Мавроди. Потому что юридически пирамида была оформлена как азартная игра. А если ты проиграл в казино, то ты, как говорится, проиграл в казино. Никто как бы тебя за бумажник не тащил и ничего юридически не обещал. Но прошлое все-таки настигло Мавроди. В 2003 году он оказался за решеткой. Правда, в настоящей колонии он не провел ни дня. Судебные слушания по его делу длились аж 4 года. И все это время он сидел в следственном изоляторе. А в 2007 спокойно выслушал приговор и также спокойно вышел на свободу. Правда, в нагрузку он получил еще и гражданских исков на целых 300 миллионов рублей. Но ничего так никому и не выплатил, прикинувшись нищим. И продолжил спокойно заниматься новыми финансовыми пирамидами. Сначала Мавроди создает МММ-2011. В открытую называет ее пирамидой. И предупреждает, что вкладываться в нее можно только на свой страх и риск. Но люди несут деньги. Кто-то по глупости, кто-то с расчетом, что успеет вовремя выйти. Но до размаха 90-х новой версии МММ было уже далеко. Пирамида тихо-мирно умерла через год. Но на ее месте Мавроди тут же запустил МММ-2012. А после нового краха на свет появилась международная МММ-глобал. Где деньги принимались исключительно в биткоинах. Попутно Мавроди писал книги. Запускал веб-сериалы. А в 2011 году вышел даже полнометражный фильм. Пирамида, где персонаж Мавроди был представлен спасителем России, которого загнобили проклятые олигархи. Пробовал он и заниматься политикой. И если в России его партии, мы можем многое, отказали в регистрации, то вот в Украине она таки появилась. И даже приняла участие в выборах Верховную Раду. Кстати, знаете, кто был кандидатом от МММ? Денис Пушилин. Да, тот самый, который сейчас является главой ДНР. А с 2011 по 2013 года он был активным функционером МММ в Украине. Финансовые махинации Мавроди в тот период вышли на новый уровень. Пользуясь несовершенным законодательством, он открывал пирамид по всему миру. ЮАР, Гана, Перу. В общей сложности 20 стран. В Нигерии сайт МММ в 2016 году вошел в топ-5 самых посещаемых, обогнав Facebook. Да, когда-то нигерийские письма были символом африканского мошенничества в России. А теперь Мавроди показал нигерийцам, как выглядит настоящее мошенничество по-русски. В Нигерии пирамида Мавроди рухнула в конце 2016 года, оставив без денег 3 миллиона человек. Умер же Сергей Мавроди в 2018 году, до конца жизни продолжив строить новые и новые пирамиды. А МММ навсегда вошла в историю как самая массовая афера в России. Она обнаружила просто колоссальную дыру в законодательстве, которую штопают и по сей день. Ну а сам Мавроди скромно говорил о себе. Я не гений. Гений лишь одна из сторон моей личности. Я мессия. Я меняю мир. Мавроди и вправду был своего рода уникальным человеком. Одновременно он был очень умным и очень глупым. Он взял простую, как три копейки, мошенническую схему и довел ее до идеала. Он прекрасно умел ездить по ушам простым людям и превращал в своих сторонников даже отбитых конспирологов, которые не верили ни правительству, ни ученым, никому либо еще. Но при всем при этом, Мавроди, кажется, не понимал, как устроен внутренний мир других людей. Не понимал, что есть добро, а есть зло. Единственное, что его волновало, это формальное соблюдение закона. Если законы дрявые и позволяют откровенный обман, то значит законы виноваты, а не обманщик. Это был поистине интересный персонаж, сумевший создать крупнейшую в истории человечества мошенническую схему и одурачить миллионы людей. Конечно же, ему бы не удалось этого добиться, если бы не тяжелейшие испытания, выпавшие на долю огромного количества людей в постсоветских странах. Но это все же ценный урок. Урок, который раз и навсегда научил людей не доверять разного рода сказкам о том, что в этой жизни можно жить на широкую ногу, ничего для этого не делая. Люди в массе своей перестали верить бесплатному сыру в мышеловке. И это, я считаю, хорошо. Не хорошо лишь то, что это пришлось усвоить такой высокой ценой. МММ это прекраснейший исторический урок. Урок, который должен усвоить каждый. И пусть лучше вы его усвоите, посмотрев этот ролик и поставив ему лайк, чем наткнетесь на очередного мавроди с очередным стартапом, который будет обещать вам горы денег и сумасшедшие проценты. А у меня на этом все. Этот ролик для вас подготовила наша команда. Текст писал Владимир Близнецов, редактировал я Луни, за кадром также я, смонтировал Руслан Заика и Владислав Сак. Подписывайтесь на наших ребят в соцсетях. У некоторых из них есть и свои сторонние проекты. Например, у Владимира есть свой отдельный подкаст о науке и критическом мышлении. Скептиконь. Ссылка будет в описании. Всем огромное спасибо. Если вы посмотрели этот ролик и вам он понравился, и у вас возникло желание поддержать его финансово, то все ссылочки будут в описании. Всем пока.